Добрый день, меня зовут Максим Михайлов. Я приветствую вас из Import Hub Berlin, собственно из Берлина, где мы проводим один из проектов Крауслаба под названием «Школа социального предпринимательства». И поэтому я не смогу сегодня ответить на ваш вопрос, но я с радостью вступлю с вами в беседу на Фейсбуке или по электронной почте, так что пишите. Моя задача сегодня рассказать вам о букве Крауслаба. Крауслаб – это экспериментальный образовательный проект в Балтийском федеральном университете. Мы употребляем слово «стартап» в отношении Крауслаба, потому что, собственно, развиваемся по принципам стартапа. Создали минимальный, ценный и образовательный продукт в прошлом году, стали его тестировать, прототипировать и вот с каждым разом улучшать. Приношу сразу извинения профессиональным педагогам. Я пришел в университет из бизнеса и совершенно незнаком, почти незнаком, сейчас все больше, но почти все еще незнаком с профессиональными терминами и подобными вещами. Могу неправильно употреблять термины, но попробую правильно передать вам суть. А вы, пользуясь своим профессионализмом, может, пожалуйста, сами назовите это так, как это должно называться. И сразу скажу еще, что мы, я не собираюсь претендовать, и Крауслаб не претендует на то, чтобы сделать что-то, что мы делаем что-то супер новое, особенное. Более того, в основе наших технологий лежит скандинавский опыт, финский и датский. Но на что мы претендуем, это на то, что мы действительно learning by doing. Мы учимся на том, что мы делаем эти вещи. И поэтому, собственно, рассказываю вам сегодня о том опыте, который у нас есть. Но сначала пару слов о том, почему мы это начали. Причина проста. Мы столкнулись с тем, что качество выпускников нашего родного факультета крайне низкое. Не знаю, есть ли такая же проблема у вас, но если у вас нет проблемы того, что выпускник выходит абсолютно неподготовленный к работе, то вы искали исключение. Потому что, как показал наш опыт общения с российскими вузами и с зарубежными, общая проблема того, что студенты не знают практику, общая проблема того, что студенты, что еще хуже, не могут самостоятельно чему-то научиться, она есть и в Штатах, и в Голландии, и в Скандинавии, и, конечно, у нас в России. И вот мы решили попробовать сделать что-то, что меняет эту ситуацию. И наша программа построена на трех принципах. Первый, один из важнейших принципов, это развитие компетенций, необходимых для самообразования. Сюда идет способность анализировать, способность делать презентации, способность вообще навыки узной и письменной речи, нетворкинг и так далее и тому подобное. И один из самых сложных навыков, которые нам пришлось развивать, это навыки рефлексии. Скажу сразу, что первый месяц вся рефлексия, рефлексия, я всегда буду благодарение, сводилась или к комплиментам, или наоборот, к переходу на личность. Это один был из самых сложных инструментов для наших студентов. Второй принцип – индивидуальная образовательная траектория. Каждый студент понимает, какие компетенции лично он хочет развивать. И совместно с нами он разрабатывает план, когда, как и какие компетенции он разовьет, используя какие методы. Это, собственно, является его учебой здесь, в Крауслабе, а не наш учебный план, который соответствует стандартам. Что-то он берет из нашего учебного плана, но в основном он берет нужные ему знания сам или работая в проектных форматах, о которых мы тоже чуть дальше поговорим. И, наконец, следствием первых двух функций является то, что мы совершенно по-другому смотрим на профессию преподавателя. В нашей системе, в нашем проекте, функция преподавателя трансформируется из источника знаний и оценщика результатов студента в эксперта. В эксперта, который помогает студенту выстроить свою индивидуальную траекторию. Ниже я остановлюсь подробнее на двух вещах. Во-первых, я сначала расскажу о том, какие функции мы возлагаем на вот этого нового преподавателя, наставника, а во-вторых, расскажу о тех форматах, в которых наши студенты в основном развивают свои компетенции. Итак, чуть подробнее о наставнике. Мы очень долго подбирали названия этой функции, потому что, какие бы мы названия ни брали, у каждого из этих названий есть какой-то шлейф стереотипов, восприятий, которые существуют в академической среде. Вот сегодня, вот в этот момент, мы используем слово «эдвайзер». Английское слово «эдвайзер» и мы не переводим его на русский. То есть это не советник, это что-то другое. Основная функция «эдвайзера» — это содействие магистранту в определении своих целей образовательных, в определении темпа, с которым он будет учиться, и в определении инструментов, которые он будет использовать для обучения. Итак, основная цель «эдвайзера» — содействие магистранту. Мы специально оговариваем, что ответственность за обучение лежит на магистранте. А «эдвайзер» лишь помогает ему. «Эдвайзер» отвечает не за результаты магистранта. «Эдвайзер» отвечает за то, что те рекомендации, которые он дает магистранту, являются профессиональными. И отсюда давайте посмотрим, какие функции, собственно, у «эдвайзера». Первая функция очень простая — эксперты. Так как мы, те, кто работает со студентами, все-таки эксперты в чем-то, кто в современных образовательных технологиях, кто в бизнесе, кто в нетворкинге, мы оставляем за собой право выступать в качестве эксперта. То есть давать рекомендации магистранту тогда, когда он это просит, или тогда, когда это становится явно видно из контекста общения со студентами. Вторая функция — коучинга. Это, собственно, использование технологии коучинга, развития студента через вопросы, где, с нашей стороны, главное — задать правильный вопрос, а не дать ответ на него. Дать ответ на него — это задача студенту. Третья очень важная функция — функция агента. «Эдвайзер» помогает студенту ориентироваться в комьюнити, ориентироваться в сообществе профессионалов. Мы помогаем подобрать для каждого из проектов, которые делает студент, людей, которые в этом понимают лучше, чем мы, конечно, потому что мы все-таки сфокусированы на образовании. И это функция агентская. Мы связываем людей с нашими магистрантами и магистрантами с людьми. Далее. Функция ментора. Да, так как это все-таки формальная образовательная программа, и так как мы должны выдавать диплом государственного образца, у «Эдвайзера» остается небольшая контрольная функция. Она заключается в том, что каждый раз в неделю магистрант и раз в две недели магистрант беседует с «Эдвайзером» и делает небольшой отчет о том, что он сделал. Дальше уже «Эдвайзер» включает ту или иную в свою функцию экспертную, коучинговую или агентскую для того, чтобы помочь. Но некоторый этап подведения итогов – это, мы считаем, менторская функция. Итак, вот эти функции «Эдвайзер» – «Коуч», «Ментор», «Эксперт» и «Агент». Это те функции, которые мы используем. Но это содействие магистранту. А в чем, собственно, заключается действие магистранта? Основной принцип, по которому у нас построена работа – это «Learning by doing». Учись, делай что-то. И основное делание происходит в формате проектов. У нас есть несколько проектных форматов, но я сначала скажу о главных принципах, которые мы к ним предъявляем. Принцип первый – все проекты должны быть product-based, основаны на создании того или иного продукта. Это может быть книга, это может быть какое-то мероприятие, это может быть действующий бизнес, это может быть архитектурный проект, это может быть прототип какого-то устройства. Но главное, чтобы кроме дискуссий, кроме мозговых штурмов, кроме интеллектуальных упражнений, в результате каждого проекта появлялся тот или иной продукт, то есть то, что находит спрос и у внешней аудитории. Второй важный параметр – проекты должны максимально быстро переходить из теоретической части в практическую. Читаешь книгу, напишешь сэ, встречаешься с экспертом, сделай эту встречу публичной, делаешь прототип, попробуй сразу его продать. Максимально быстрый переход в практику, потому что просто теория не помогает нам развиваться. Третий параметр, очень важный, это проекты студентов. Они это делают. Преподаватель не участвует в проекте в качестве преподавателя. Он может быть экспертом, он может быть участником равноправным проекта, но никогда не занимает главенствующий урок. То есть студенты не являются подмастерьями преподавателя. И, наконец, четвертый принцип. Большинство наших проектов носят открытый характер. Это значит, что в их реализации могут участвовать не только наши магистранты, а и люди из вне. Бывает так, что вообще один только магистрант занимается проектом из наших, а остальные все люди в команде, люди со стороны. Для чего мы это делаем? Потому что наша задача – помогать формированию у магистрантов компетенций, позволяющих эффективно работать с внешним миром. Поэтому подключать людей из вне – это одна из главных задач. Вот такие четыре принципа. И эти четыре принципа реализуются в разных проектах. Например, есть у нас несколько форматов группового обучения. Самый простой из них – Learning Hub. Когда несколько ребят собираются и изучают вместе какую-то одну тему. Например, проходит вместе курс на Курсей. Мы уже несколько раз изучали подобным образом дизайн мышления на Курсей. Это такой краткосрочный проект. В результате появляется какой-то прототип, решение. Напомню вам, что product-based принцип действует и здесь. Второй образовательный формат – Learning Set. Когда ребята объединяются вместе для довольно длительного изучения какой-то темы. Ну, например, новые профессии. Learning Set – новые профессии. И ребята оценивают весь комплекс проблем, задач, связанных с новыми профессиями. Как их определять? Как проводить быструю переподготовку? Какие требования, какие компетенции эта профессия требует? И так далее, и тому подобное. Результатом Learning Set на самом деле являются магистрские работы студентов, а также реальные проекты, воплощенные в жизнь. Образовательные или бизнес-проекты. Это то, что касалось группового обучения. Но есть у нас еще групповое делание, достижение реальных вещей. И здесь у нас есть два главных типа проектов. Проект первый. Мы их называем стартовый проект. Стартовый проект – это длится с сентября по октябрь. Это проект, когда мы подбираем для студентов задачу. Но дальше студент самостоятельно фактически ставит, проводит уточнение этой задачи, общается с заказчиком. Причем задачи могут быть совершенно разные. От разработки плана ревитализации каких-то городских районов до вывода на рынок стаканчиков одноразовых нового дизайна. Совершенно разные задачи у разных групп. Но цель стартового проекта заключается в том, чтобы как можно быстрее, я напомню, что мы очень быстро переходим от теории к практике, так вот задача, чтобы студент как можно быстрее понял реально, какие компетенции в бизнесе, в командной работе, в социальной сфере у него есть, а каких все-таки нет, и они требуют развития. Именно после стартовых проектов мы составляем вот ту самую индивидуальную траекторию, о которой я говорил выше. И главный наш проект – это проект, который начинается в ноябре и длится полтора года или перестает быть проектом, становится реальным длинным делом. Мы называем это «биг-дил-проект». Это, собственно, реальный бизнес или реальный социальный проект. Что мы с ним понимаем по словам «реальный»? Если мы говорим «реальный бизнес», это значит, что магистранты делают что-то, что они продают, за что они получают деньги. Если мы говорим о социальном проекте «реальный», это значит, что ребята не занимаются теорией какой-то, а они создают благотворительный фонд, они проводят волонтерские мероприятия, организовывают. То есть они достигают реальных результатов в реальной жизни. И что мы дальше делаем со всеми этими проектами? Важная вещь, та, о которой я уже говорил вначале, собственно, «learning by doing» заключается не в том, что ты что-то делаешь, а в том, что ты учишься на том, что ты делаешь. А учишься ты в ходе постоянной рефлексии. Рефлексия. Самый, не самый, но неотъемлемая часть любого проекта – это рефлексия. Это обсуждение, почему произошло так, как произошло, что нужно сделать так, чтобы было лучше, что из того, что мы сделали, можно оттиражировать, распространять как полученное знание, какие еще вещи, компетенции мне нужно изучить, с кем нужно познакомиться. Это результат практически каждого и микро, и среднего, и big deal большого проекта. Потому что именно в ходе вот этих рефлексий, индивидуальных, групповых, с адвайзером, именно в этот момент, на наши взгляды, происходит формирование знания, того знания, которое позволяет нашим студентам легко интегрироваться практически в любой отрасль, потому что они знают, как учиться. Ну вот, пожалуй, на этом и все. Пишите мне в фейсбуке или на максимсобакакрауслаб.ру Спасибо. Всего вам хорошего.